Чтобы быть здоровым телом и духом, нужна воля. Спортивный клуб для инвалидов под названием «Воля». В городе он существует больше 20 лет. Здесь занимаются сотни человек, в основном опорники и люди с диагнозом ДЦП. Несколько раз в неделю они приходят сюда, чтобы поиграть в настольные игры, позаниматься спортом, пообщаться. Все стены клуба уставлены кубками за победы в параспартакиадах. Все члены клуба, кто-то в чем, силен, как говорится, и они завоевывают эти кубки, призы, медали. На параспортах участвуют три человека от нашего клуба. По линии паралимпийского комитета области находятся в Березовой роще для поправки здоровья и функциональных своих возможностей. Алексей Васильевич – ветеран войны. Ему 88 лет. Пять из них он занимается в клубе «Воля». Сюда его приводит жена, вместе они уже 60 лет. Отсюда же с боем забирает. Мужчине здесь нравится. Ветеран рассказывает, в клубе он чувствует себя как дома и вновь молодым. Общение и любимая игра в шахматы поднимают мужчине настроение. «Прихожу, душой отдыхаю, забываю какие-то проблемы, потому что вот это заставляет думать. Отключаешься в данный момент. Отключаешься и думаешь только о том, как досадить противников». Помещения небольшие, тренажеры в большинстве своем старые, но заядлым посетителям все нравится. Глава города обещал отремонтировать комнаты, поменять окна. Директору клуба «Воля» жаловаться не на что, это помещение считается самым большим. Спонсоры не обижают, но вот поддержки от областных властей не хватает. «Проблемов очень много. Самая большая проблема – это нехватка транспорта, людей довезти, хотя бы из дома забрать, вот тот же самый к нам сюда в клуб, чтобы они занимались. Опять в администрацию города будем обращаться письменно, как бы они нам обещали выделить транспорт, его переоборудовать, возить людей на соревнования, домой». Все члены клуба – друзья вместе отмечают праздники и дни рождения, дарят друг другу подарки, устраивают чаепитие. И каждый уверен, что посещая клуб, он потихоньку выздоравливает. Прогресс замечают и врачи. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.